Наращивание темпов автомобильного производства, масштабная аграрная политика, развитие малого бизнеса и улучшение инвестиционного климата. Парламентарии представили прогнозы разбития Самарской области на 2019 год. Рост основных экономических показателей продолжится и начнется реализация национальных проектов. Бюджет области почти 137 миллиардов рублей. Это очень серьезная сумма. Очень серьезная сумма. В первую очередь здравоохранение, образование, школы, здания, больницы, ремонты, приобретение оборудования и так далее. Поэтому работа очень ответственная, серьезная. Социально направленный и профицитный бюджет области на 2019 год приняли в первом чтении. Планируется, что доходы составят почти 137 миллионов рублей. 70% расходов – это социалка, здравоохранение и демография региона, ремонт и строительство новых дорог, сферы туризма, молодежной политики и спорта. Хочу отдельно бы отметить то конструктивное взаимодействие, которое на этапе разработки бюджета осуществлялось с правительством Самарской области, с губернской думой. Очень подробное обсуждение по разделам, по конкретным направлениям деятельности, по конкретным министерствам. И, собственно, вся эта совместная работа, а также совместное рассмотрение прогноза и проекта бюджета на расширенном заседании правительства позволило прийти сегодня вот к такому консолидированному решению. Бюджет в первом чтении принят. Также на внеочередном заседании Самарской губернской думы были озвучены новые кадровые рокировки. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов. Комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев. А Татьяна Бодрова стала главой комитета по образованию и науке. Ранее депутаты Самарской губернской думы от партии «Единая Россия» избрали нового председателя фракции. Им стал Александр Живайкин. Прежний руководитель фракции Геннадий Котельников снял с себя эти полномочия после того, как возглавил областной парламент. Юлия Черняева, Николай Сидоров. События.